Всем привет! В эфире мировые новости в студии Ксения Петренко. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в России и других странах мира. Вот что мы подготовили сегодня. Я хочу увидеть сестру, хочу, чтобы мне ее показали. Если увижу ее живой, тогда поверю, что с ней все в порядке. Почти 30 человек стали жертвами давки, которая возникла в церкви в Либерии во время нападения грабителей. Поймали ли виновников? Я вижу то, что видят остальные. И я спрашиваю себя, что вообще происходит? Похоже на страну третьего мира. Грузовые поезда в США под прицелом мародеров. Почему это происходит в стране с одной из самых развитых в мире экономик? В США мужчине пересадили свиные почки. Что это новый способ избавиться от донорских органов или опыты над людьми? Этот выпуск мировых новостей я начну с рубрики «Жесть», в которой расскажу о смертельной давке в Либерии, нападении на поезда в США и передозировке суши смотрите далее. 29 человек погибли в результате давки в Либерии. И все это произошло не где-то, а в церкви, куда вывались грабители. Все подробности в материале моих коллег. Не менее 29 человек, в том числе 11 детей и беременная женщина погибли в смертельной давке в Либерии. Трагедия произошла во время богослужения в христианской церкви в Монрове. По словам очевидцев, давка началась, когда группа бандитов попыталась ограбить верующих. У налётчиков было холодное оружие. Напуганные люди побежали, некоторые стали падать и их затоптали. «Мы с сестрой подошли к воротам и увидели много народа. Люди толкались, падали, давили других. Я сказала сестре, давай вернёмся, но мы уже не смогли». Женщина помнит, как упала на землю и по ней начали ходить. Потом потеряла сознание, очнулась уже в больнице. Некоторые пострадавшие в очень тяжёлом состоянии. Врачи говорят, что жертв может стать больше. Возле больницы собрались люди, которые хотят узнать о судьбе родственников. «Я хочу увидеть сестру. Хочу, чтобы мне её показали. Если увижу её живой, тогда поверю, что с ней всё в порядке». Полиции пока никак не комментируют случившееся, но говорят, что ведут расследование. В Либерии действуют уличные банды. Их члены, вооружившись огнестрельным оружием и мачете, часто совершают грабежи. Президент страны объявил трёхдневный траур по погибшим. И снова грабители. Речь о США. Там нападениям подвергаются грузовые поезда. Почти как во времена Дикого Запада. С одной лишь разницей. На дворе 21 век. И ковбоев на конях встретить практически нереально. Что становится добычей мародёров. Рельсы, усыпанные обрывками картонных коробок и упаковочной бумаги. Это результат нападения железнодорожных воров на грузовые поезда. Можно подумать, что это снято в стране третьего мира. Но это Калифорния, самый богатый штат США. Эти кадры шокировали мир. Десятки мародёров пользуются случаем на участке в центре Лос-Анджелеса, где поезда замедляют ход или полностью останавливаются. Они нацеливаются на посылки из Амазон и ЮПС. В итоге тысячи людей не получили заказанных товаров. «Я вижу то, что видят остальные. И я спрашиваю себя, что вообще происходит. Похоже на страну третьего мира». По словам губернатора Калифорнии, здесь действуют организованные банды. Они используют болторезы, чтобы открывать грузовые контейнеры. «Этих людей арестовывают по отдельности. Они как будто не связаны между собой. Но это не так». Сейчас пути постоянно убирают, но мусор появляется снова. Власти обещают усилить патрулирование этого участка. Стоит отметить, что недалеко располагается лагерь для бездомных. Кроме того, штат продвигает политику открытости в отношении нелегальных мигрантов. Поэтому сюда устремляются тысячи людей, прибывших из бедных стран Центральной Америки. Сета по горло, что называется. 24-летняя Даниэль Шапира выяснила, сколько нужно съесть суши для того, чтобы попасть на больничную койку. Понятно, что иногда и кусочка некачественного продукта хватит, чтобы отравиться. Но американка пошла дальше и оказалась в реанимации. Она съела сет из 32 роллов суши и позже легла поспать. Но ночью проснулась от того, что стала задыхаться. Врачи, как зарубежные, так и наши говорят, ешьте понемногу. Это раз. Два. Покупайте только в проверенных местах. Ну и в-третьих, лучше готовить дома. В рубрике «Актуально» я подведу некоторые итоги первого месяца нового года. К сожалению, итоги печальные, поскольку они связаны со смертями знаменитостей. Пусть и заокеанских, но все же оставивших след в мировой истории. Так в январе скончались Бетти Уайтс, Джон Мэддель, Сидни Пуатье, Боб Сагетт, Ронни Спектр, Луи Андерсон. Виновник большинства смертей все же ковид. Помните историю с американцем, которому пересадили свиное сердце? Так вот, медики пошли дальше. На этот раз другому пациенту, 57-летнему Джеймсу Паттерсону. Сильно пострадавшему в аварии на мотоцикле в прошлом сентябре пересадили почки животного. Свинья – непростая, генно-модифицированная. А сам пациент находился длительное время на системе жизнеобеспечения и фактически шансов выжить у него не было. А сейчас родные Паттерсена благодарят врачей. Тем временем в Индии родила корова в ночь ни то сына, ни то дочь. В одном из штатов на свет появился двухголовый теленок. О причинах мутации в нашем следующем материале. Телка с двумя головами родилась в штате Трипура на северо-востоке Индии. Это произошло на частной ферме. У животного редкое заболевание – полицефалия. «Последние 10-15 лет в Трипуре такого не случалось. Это большая редкость. Обычно при таком заболевании выживаемость очень низкая – меньше 40%. Спасти телёнка будет трудно». Полицефалы, то есть многоголовые – это тип сиамских близнецов. Обычно при таком отклонении у животного или человека одно тело и две или три головы. Часто телята с двумя головами живут лишь несколько месяцев. Власти Трипуры проводят в штате сельскохозяйственную программу, в рамках которой искусственным путём добиваются увеличения рождаемости телок. Так надеются получать больше молока. В апреле прошлого года в Северной Македонии также родился телёнок с двумя головами. И напоследок список культурного наследия ЮНЕСКО пополнился очередным нематериальным шедевром. Речь о вышивке, которой занимаются в Палестине. Чего в этом такого необычного – давайте посмотрим. Каждый стежок – как буква в слове, а весь узор – послание. С давних пор в Палестине вышивка считалась своеобразным языком. Недавно палестинскую вышивку внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Искусство вышивания передавалось от матери-дочери. Нима Аси тоже училась у мамы. И сейчас, в 67 лет, всё так же умело украшает одежду узорами и орнаментами. «Я зарабатывала вышивкой и на эти деньги содержала семью. Теперь живу одна, и мне по-прежнему хватает заработка». В старину вышивкой украшали шерстяные, льняные и хлопчатобумажные одежды. По узорам можно было определить социальный статус человека и то, откуда он родом. «Яфа славится своими апельсиновыми садами и кипарисами. Поэтому палестинки вышивали на традиционном наряде апельсиновые цветы в окружении кипарисов». В Биаршеве платье невесты украшали красным геометрическим орнаментом. Вдовы носили наряды с синей вышивкой. «Если вдова хотела снова выйти замуж, то добавляла в вышивку несколько ярких узоров, например, в виде ребёнка. Это означало, что она хочет выйти замуж и иметь детей». Сейчас традиционной вышивкой увлекается много палестинских женщин. Для одних это просто хобби, а для других – возможность заработать. Адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь. Увидимся!